привет дорогие фанаты и хейтеры тут слышал что вы жалуетесь что фиксен все что читать нечего что кончился пикапер кончились интересные посты что хочу сказать по этому поводу тут будет некоторое длинное рассуждение для тех у кого мозгов мало кто не склонен следить за мыслью могут сразу пролистывать это видео как сейчас модно говорить на ютубе ну давайте начнем с того что у каждого человека своя жизнь во главе угла стоит вот в первую очередь и поэтому это больше ваша проблема до что вам читать нечего там типа фиксен спекся и так далее потому что что касается меня то я живу в свое удовольствие живу так как мне нравится получаю кайф от жизни а если кому-то там из-за этого тяжело или плохо или читать нечем на печаль кому что поделать такова селяли это во первых ну потом я не против диалога с фанатами мне как бы и раньше нравилось когда я писал это моих постов охуевали но это не главное моей жизни если от моих постов не будут охуевать или там будет охуевать не 100 человек а 10 для меня это не очень принципиально потому что я никогда не зарабатывал на своем блоге на жизни для меня всегда это было хобби вот поэтому от того что там меня будут читать не 100 человек а 10 никак в деньгах не упаду а тяга к популярности я для себя выявил это ложный мотив она мне ничего не дает я так в принципе популярен то есть от того что меня будет охуевать еще больше ну и что я сам по себе охуительный жизнь моя охуительно проходила и проходит и будет проходить охуительно независимо от того сколько человек меня читает вот такой момент ну и как я говорю я не закрыт для всяких движух как говорится я за любой кипиш против голодовки но фанаты вернее хейтеры они видимо из чувства потери из чувства врожденной жадности они создали себе иллюзорного фиксина но чтобы как-то оправдать почему у них нечего читать почему фиксинг кончился проще же сказать что это фиксинг стал как они там говорят импотентом что у него не стоит до что его не интересует больше женщины что он стал пидорасом чем принять суровую правду жизни суровая правда жизни в том что сейчас на данный момент я сосредотачиваю свои усилия на своем финансовом благополучии вот про телок я никуда не забыл но ресурсы на них тратить пока не хочу потому что самый главный фокус который стоит передо мной это финансовое благополучие это хорошее отношение в семье раньше мне не было никаких перспектив в плане карьеры я ненавидел свою работу вот и поэтому туда не нужно было вкладывать никакой фокус я был по сути живым мертвецом то есть работал на отъебись и ничего не ждал нового от своей работы поэтому туда мне нужно было вкладывать силы усилия что касается отношения в семье то я тоже считал что анка плохая вот я молодец вот и там там или терпеть или менять или менять лень тоже короче не вкладывался в это никак сейчас я считаю что у меня замечательная жена что мы хорошо продвинулись в отношениях за последние пару лет после рмс особенно стартовая точка была в наших сдвиге отношений после рмс а я думаю что вот эти два направления финансовое благополучие отношения в семье с женой с детьми их и надо мне сейчас развивается а блок он остался как хобби но уже не в таком объеме ну и бабы соответственно тоже потому что бабы это очень ресурсоемкий элемент который я не хочу затрачивать ресурс то есть нельзя сходить на один час в неделю на стрелке это ничего не даст кроме разочаровать то есть если ходить на стрелке надо звонить вызванивать общаться ходить на стрелке три стрелки в день и так далее да это процесс который требует как минимум я бы оценил его пятую часть своих ресурсов но у меня таких ресурсов нет вот меня удивляет что фанат говорят мы хейтеры что там закончились по ходу по дрочь салоном по проституткам друзья мои вы же не башлять хотите чтобы я ходил по проституткам ну да вы же сочинили себя сказку что у меня не стоит что я вас обманываю что не хожу опишу фейковые отчеты ну этот ваш выбор вы сначала сотворили себе кумира потом его обесценили да то есть вы сначала подсели на фиксина потом сказали что нет фиксин врет фиксин на 100 кисок не соблазнял и так далее поэтому вы сами все злые буратино вы хотите попасть в кино но бесплатно ну так было когда-то да я был немного в другом состоянии сознания я был немного замотивирован другим теперь я немного пересмотрел свои приоритеты в том числе благодаря голдкова еще зимбитскому и вообще благодаря даже может быть все началось с волшебного утра когда я пересмотрел свои приоритеты когда у меня нашлось время на осмысление своей жизни вот и закончилось это все тем что я уже год веду успешно фриланс по 1с работаю всего четыре часа в день получаю столько же сколько на прошлой работе так что это уже само по себе успешное продвижение по сравнению с точкой а то ли еще будет поэтому дорогие мои фанаты и хейтеры я прекрасно понимаю что вам нравился весь тот движ который был раньше вот к сожалению бесплатно я моего дать не могу потому что как я вам уже говорил мои приоритеты сейчас другие но вы можете если вам так проще вы можете считать что я перестал стоять я поменял ориентацию ну или что летом врущий блогер вот хотя те кто меня знают кто меня видели на фиксофестах прекрасно понимает что все это лажа вот ну вам остается только надеяться на то что так как вы нищеброды и не хотите в башлять за кино том остается надеюсь только на то что я разбогатею и когда я разбогатею соответственно у меня появится перестанет уходить энергия на финансовое процветание и найдется время для возврата к моему хобби заваливанию телочек вот но почему-то я это вот единственное направление которое даст вам бесплатный контент который вы любите бесплатно который даст вам контент и опять буду ходить по телочкам опять будет ржаки приколы и так далее но и против этого направления тоже смотрю то есть никто не желает мне финансового процветания все наоборот хотят чтобы я побыстрее загнулся опять же начинают отрицать мой фриланс говорят что я откуда-то наследство получил что я живу за счет кредитов но я даже не знаю что здесь сказать вернее я все прекрасно понимаю человеческую психику и защитные реакции вот почему так происходит почему нужно обязательно обесценивать мой успех потому что вам нужно чувствовать себя выше фиксин да ну поэтому вы получаете то что получается ну а конкретно нихуя поэтому там и стенаете что фиксин все читать некого фрики кончились хотя казалось бы заплати 5000 за поход с чадешкой все пожалуйста контент в кармане монет мы же нищебродим нам же так как там макак не кормить вот 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 у хейтеров к ну друзья мои кто не платит как там говорят в таиланде хочешь honey плати money я раньше просто да был альтруистом и давал вам весь этот контент бесплатно но извиняйте все проходит в этом мире помнил как вы говорите переобулся хотя в переобувании нет ничего плохого это рост осознания каких-то изменений в окружающем мире в себе вот да я изменился бесплатности больше будет в ограниченном количестве недавно я заболел в блог написал бесплатно пост о том что заболел потому что важно это интересно я считаю что это интересно и вам и мне а если вы хотите чтобы я работал как там клоуна да чтобы вас развлекал то за это надо платить к сожалению мои ресурсы альтруизма закончились я понял что мне все таки уже 45 лет и нужно позаботиться о своем финансовом благополучии на оставшиеся года так что я надеюсь я вам объяснил текущую ситуацию с контентом с тем жив фиксин или нет с тем как вы можете получить столь желаемый фикса контент если вам еще по-прежнему интересен вместо того чтобы занимать позу жертву и ныть ой читать нечего фиксин кончился так далее хотя зная людей я понимаю что позу жертвы принять проще найти себе оправдание тоже проще и так далее ладно фономаса вот в принципе по все тезисы которые я хотел сегодня вам донести надеюсь хотя что садится это же ваша проблема вам читать нечего жизнь моя прекрасно удивительно блог ведется коменты пишутся хайпы в моем блоге происходят вот а то что это не то что вам хочется ну я как говорил это ваши проблемы и проблема с тем что вы находитесь в позе жертв продолжайте там находиться будьте ждунами ждите когда я обогащусь до новых встреч целую жмите на колокольчик подписывайтесь на мой канал когда наберу тысячи подписчиков тогда начнется монетизация на ютубе и это еще один шаг к тому чтобы получать от меня бесплатный контент который вы так хотите дорогие мои халявщики все целую обнимаю